Два лимита получается, один 50 тысяч, а второй лимит от оплаты труда. Поэтому, если у вас хорошая зарплата легальная, то может быть учтете все. Если зарплата нехорошая, маленькая, то получается, платит не платит ваш работодатель, все равно признать в расходах можно не больше 6% от расходов на плату труда. Только санаторно-курортное лечение или неважно? Нет, здесь сказано туризм, санаторно-курортное и отдых. Все виды, только на территории Российской Федерации. В данном случае мы НДФЛ не удерживаемся? Что касается НДФЛ, никаких поправок ни в 23 главу, ни в страховые взносы не внесено. Поэтому, что мы можем с вами найти только в 23 главе? Там есть 217 статья, которая говорит о том, что не облагаются налогом на доходы физических лиц компенсацией работодателя работникам, бывшим работникам санаторно-курортного лечения. То есть там есть норма, которая говорит о том, что санаторно-курортное лечение можно льготировать, не облагать. Поэтому, если поедет в санаторий, то можно не облагать. А если это будет туризм и просто отдых, облагать налогом на доходы физических лиц придется. А если это аналог ДМС-у, почему? Это не аналог. Нет, здесь не аналог. Объединили только в рамках предельной величины. Страхование само по себе, такая выплата сама по себе. Каждая здесь сама по себе работает. Для них 50 тысяч, получается, до удержания ДФЛ, правильно? Это если туризм, а не санаторно-курортный. До удержания, правильно? То есть грязными. Почему грязными? Нет. Вся сумма расхода. Из-за этой суммы нет. Это же налоговое агентство. Нет. 50 тысяч – это вся сумма. Из-за этой суммы удерживается. Но здесь ведь даже другая. Но и грязными получается. Но смотрите, здесь может такая быть ситуация. Например, за оплату за путевку 100 тысяч. Из этих 100 тысяч, к примеру, туристической, удерживается НДФЛ. И этот НДФЛ не из самой суммы удерживается. Он рассчитывается из-за этой величины. Но хватит работник, у которого она будет удержана из его заработной платы, к примеру. Но учесть в этом случае в расходах нужно только 50 тысяч. Вот так эта ситуация. Поэтому сама изнутри, конечно, будет исчисляться, как доход некий, который получает данное лицо. А страховыми облагаются, получается? Что касается страховых взносов, то, опять же, в главе 34 никаких льгот нет у нас по поводу необложения таких сумм страховыми взносами. Да, они облагаются. И я так предполагаю, что тем более учитывая... Есть единственный вот какой подход. Но в нем есть очень большие сомнения. Ведь это же не суммы оплаты, связанные с исполнением трудовых обязанностей. И как и раньше, когда споры эти были, часто указывалось на то, что должны облагаться страховыми взносами только те суммы оплаты, которые связаны с выполнением трудовых обязанностей, с гражданскоправовыми договорами за выполнение работы, оказание услуг и так далее. А это просто некая выплата. И поэтому суды раньше говорили о том, что она не должна облагаться страховыми взносами. Но налоговики, когда глава 34 попала у нас в налоговый кодекс, как эту стали трактовать ситуацию, они любую выплату в пользу работника стали прибавлять, считая, что она невольно связана, как стимулирующий какой-то фактор, и стали облагать страховыми взносами. И эта борьба сегодня идет. То есть налоговики не хотят принимать старую судебную практику, которая вот эти вопросы рассматривала. То есть они готовы к тому, что, пожалуйста, хотите, идите снова судитесь. А вот предыдущее, то, что было до введения страховых взносов в налоговый кодекс, они не применимают. Поэтому их мнение о том, что надо облагать. Но, естественно, в этом случае я считаю только работников. Потому что если такая выплата идет в пользу супруги, которая не работает, или в пользу детей, то здесь же нет страховых взносов, потому что нет и никаких трудовых отношений. Вот так эта ситуация и получается. Нет, они относятся к расходам на оплату труда, поэтому ставите в статью расходы на оплату труда. Кстати, интересно еще и то, что раз эта норма попала в расходы на оплату труда в 255-ю статью, она ведь также и в упрощенной. Применяется. Если вы применяете упрощенную систему, и при упрощенке там не жалко отправить своего сотрудника в самим съездить и учесть эти деньги, то также эта сумма будет применяться. Почему? А потому что у нас с вами вот в главе 26.2 в статье 346.16 идет тоже перечисление, сказано, расходы на оплату труда. А напрямую там же не прописано, какие расходы. И там буквально во второй пункте говорится, расходы на оплату труда в соответствии с 255-й статьей налогового кодекса. То есть практически, когда что-то появляется в налоговом кодексе в 25-й главе, в 255-й статье, это точно так же расширяет возможность упрощенной системы налогообложения. Потому что в саму упрощенную систему данная норма все равно не попадет. Она попадает через 25-ю главу. Поэтому в упрощенке тоже можно учесть этот расход. Пока, конечно, они никаких разъяснений не дают, но это будет то же самое. Что же касается НДФЛ страховых взносов, то та же самая ситуация. Поэтому вот так. Такая некая прохода. Нет, дело в том, что какой здесь приказ? Здесь ведь на самом деле, ну хотите приказ выпускать, хотите коллективный договор приметь, что хотите. Другой вопрос. Здесь же что сказано? Это вот не вы купили путевку, а работодатель вам компенсировал. Это работодатель заключает договор сам. Ну то есть организация ваша около Бог заключает договор с туристическим агентством, да? И через это туристическое агентство производит оплату. То есть договор идет между вашей организацией и турфирмой. И турфирма предоставляет эти выплаты. Здесь же видите, вот даже перечень есть этих услуг. Сюда включается весь заключенному, я специально выделяла жирным шрифтом, заключенному работодателям, с туроператором или турагентом. Только через него. Что это значит? Нельзя, например, обратиться напрямую в санаторий и купить путевку своим сотрудникам. Нельзя это делать. Надо сделать только через туроператора, турагента, да? А если на балансе свой санаторий, и мы лечим компенсацию, сейчас относим для еще чистой прибыли? Ну и у вас тогда получается, что это не тот случай. Почему? Ну потому что здесь совсем про другое написано. То есть я понимаю, что вы сами лечите, и вы имеете на это право, да? И вот вы как раз тут и по НДФЛ можете эту льготу иметь и так далее. Но смысл заключается в том, что это некая введенная норма, которая должна простимулировать работу туристических компаний. Чтобы туризм перешел на территорию России, то есть стимулировался и туризм на территорию России. И деятельность туристических компаний была тоже как-то поддержана, потому что вон их только за последнее время уже прекратило существовать. Не только потому, что они там какие-то нелегальные схемы, а только потому, что они действительно не выдерживают вот эту вот сегодня там продации денежной и так далее. Своим санаторием не пройдут. Получается, нет. Получается, нет. Но если только с ваш санаторий заключат договор с туристическим агентом, вы купите через турагент. Да, заплатите еще турагенту деньги. Может быть, да. Вот тут видите, здесь сказано, услуги перевозки, услуги проживания, услуги санаторно-курортного лечения, экскурсионные услуги. То есть вот такого характера мы не всем. Так что вот такая ситуация у нас. И применяется эта норма к договорам о реализации туристического продукта, заключенным начиная с 1 января 2019 года. Поэтому то, что в 2018 году, не применяется. Так, это налог на прибыль. Вот здесь дальше, на 16 страничке, я разместила письмо, в котором Минклен объяснял эту ситуацию в июле, когда был принят закон. Ну, единственное, что в этом письме, они, конечно, все объясняют, объясняют здесь. Но единственное, что здесь они не сделали акцент на 16-й пункт, поэтому все кажется по письму красиво, очень спокойно, что только 50 тысяч предельная величина. Но я напомню о том, что, не ошибитесь, здесь еще предельная величина, 6% от расходов на оплату труда. Поэтому нормирование идет двойное. Так, это налог на прибыль, да? Так, теперь поправки в налог на имущество. Значит, в налог на имущество поправка, это поправка в 30-ю главу налогового кодекса. Как раз с 1 января 2019 года у нас движимое имущество не является объектом налогообложения. И в статье 374-й, я вот там дальше буквально на 17-й страничке сначала разместила вот эту информацию по поправкам, а на 17-й страничке прям выдержки сделала из статей новых, вот в 30-й главе, да? Посмотрите, 374-я статья, чтобы сомнений не было, потому что до сих пор у некоторых не складывают, куда делось движимое имущество. Может быть, думают, льготы куда-то отнесли. Нет, оно просто не объект теперь. То есть теперь сказано, объектом налогообложения для российских организаций признаются недвижимое имущество. Все недвижимое, да? Вот на 17-й страничке. То есть это речь о том, что движимое имущество вообще теперь не объект. Поэтому включать его в расчет налога на имущество с 1 июня 2019 года мы не должны. Более того, субъекты тоже теперь не предпринимают каких-то поправок в законодательной базе, потому что вообще, когда субъект Российской Федерации принимает тот или иной закон на своей территории, то что он может сделать? Закон-то на самом деле уже принят законодательством налоговым. Но что может субъект сделать? Субъект может в этом случае, например, ставку понизить, которая уже установлена налоговым законодательством федеральным, может льготы какие-то дополнительные внести, но здесь и льгот никаких нет, уже объект отсутствует сам. Ну и установить какой-то, может быть, щадящий порядок уплаты авансовых платежей, например, указать, что там может быть за полугодие или за год только платится. Поэтому здесь уже субъектам делать нечего, как норма принимается федеральным законодательством, так оно и будет. Таким образом, недвижимое имущество. Но отсюда, конечно, сразу такой вопрос. А если у организации нет недвижимого имущества, должна ли она сдавать налоговую декларацию? Не должна, я напомню. Потому что три налога – это налог на имущество, земельный налог и транспортный налог – это три имущественных налога, которые в том случае возникает их обязанность декларировать, если у налогоплательщика есть объект налогообложения. Вот так фраза прописана в налогном законодательстве. То есть, если налогоплательщик имеет объект налогообложения, то, вернее, в том случае организация является налогоплательщиком, если она имеет объект налогообложения. Если она не имеет объекта налогообложения, она не налогоплательщик. Поэтому с 1 января 2019 года у кого нет объектов недвижимости, те не сдают налоговую декларацию по налогу на имущество. То есть нулевочки не сдаются. Хотя, например, можно так сказать, а если у вас есть объект недвижимости, но при этом, например, по нему остаточная стоимость ноль, такое тоже может быть, тогда надо сдавать, хоть у вас и будет ноль. Потому что он как таковой есть. Дальше. Формирование объекта налогообложения у нас два все равно осталось. То есть порядка определения налоговой базы у нас два. Это кадастровая стоимость по тем объектам, которые изначально были установлены. Это различные административные, бытовые и прочее. И я напомню, мы узнаем от них в первую очередь теперь из тех постановлений правительства субъектов Российской Федерации, которые у нас обновляются на 1 января года следующего, куда вносятся поправки. Мы проверяем, есть и по Москве такое 722-ое постановление, есть и в субъектах Российской Федерации. Мы определяем, есть ли в эти перечни, а они специально утверждены в рамках уплаты налога на имущество. Если в этих перечнях есть ваш объект, значит со следующего года, соответственно, вы должны стать платильщиком налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости. Поэтому кадастровая остается сама по себе. А если же у вас есть объект недвижимости, и при этом этот объект недвижимости не попал в перечень по кадастровой стоимости, вы платите, исходя из среднегодовой стоимости. А среднегодовая стоимость это тот же порядок первоначально минус остаточная стоимость. То есть будете платить по среднегодовой стоимости. То есть два порядка определения налоговой базы у нас здесь возникают. Что еще здесь напомнить? Ну вообще здесь еще дается понятие объекта недвижимости. Потому что если раньше нам было все равно считать среднегодовую стоимость, то теперь отделить объект недвижимости от движимого объекта как бы подлежит следующим образом. Значит здесь так говорится. Для того чтобы определить есть у вас объект недвижимости или нет, значит в первую очередь нужно обратиться в ЕГРН. И если ваш объект зарегистрирован в ЕГРН, значит это объект недвижимости. Это первая норма. Но вторая, если вы не зарегистрировали этот объект и у вас есть сомнения, тогда здесь говорится два признака. Вы должны проверить их сами. В первую очередь исходя из технической документации. Значит объекты недвижимости отличаются тем, что у них есть неразрывная связь с землей. И при перемещении этого объекта, то есть произойдут существенные разрушения. Это из 130 статьи гражданского кодекса. Поэтому если действительно, исходя из технической документации, у вашего объекта существует серьезный фундамент, и если этот объект начать перемещать, он разрушится, значит объект недвижимости. Но ситуации бывают разные. А если, например, у вас там какие-то фундаменты несложные, то есть которые там, допустим, на различных прутьях и так далее, в землю ввинчиваются, и ваш объект сборно-разборный такой разбирается, значит это не объект недвижимости. Но в конечном итоге, если как здесь... Да, если, кстати, вот дальше я здесь приложила вам письмо еще, на 18-й страничке, обратите внимание, на 18-й страничке письмо о критериях разграничения в виде имущества. Движимое и недвижимое. Это письмо выпустила Федеральная налоговая служба. Она объясняет тот же самый порядок определения объектов, которые относятся к недвижимости. Но дальше говорят, что если все-таки у вас сомнения все-таки возникло, и вы не можете до конца определить, пишите в Федеральную налоговую службу, она будет давать объяснение движимое и недвижимое, то есть как к нему подойти. Поэтому вот эти вот основные моменты. Так что, конечно, вот эта ситуация возникнет, но объяснение такое. Еще раз, сначала проверяем в едино-государственном реестре недвижимости, а дальше уже сами делаем экспертизу этого объекта и смотрим. Два признака всегда основные. Это неразрывная связь с землей, и при отделении этот объект разрушится. Значит, исходя из этого определяем. Является он недвижимостью или нет. Дальше напомню также о том, специально выделываю здесь в 374 ст. 4 пункт, что по-прежнему не признается объектами налогообложения. То есть земля, объекты природопользования, опять же те объекты, которые находятся в оперативном управлении Федеральной Норкальной Испонитной власти, это объекты культурного наследия, ядерной установки, ледоколы, космические корабли, объекты суда, то есть они не признаются объектами налогообложения, хотя они являются объектами недвижимости. Если не признаются объектами налогообложения, это опять вопрос о том, что, например, если у вас есть только земельный участок, он не признается объектом, вы все равно декларацию налога на имущество не сдаете, будете платить налог земельный. То есть, ну, как бы вот такие моменты по отношению земли к другим, как бы там другой, просто не признаем и все. Значит, вот таким образом эта ситуация. На что еще бы я обратила? Это вот основные поправки, которые здесь есть. Значит, напомню также о следующем. Я здесь не разместила, по-моему, эту информацию. Нет, разместила. Разместила на 17-й страничке. Смотрите, пожалуйста. Вот 16-я страничка с переходом на 17-ю. Вот здесь есть приказ Минфин и ФНС. Этим приказом изменяется налоговая декларация по налогу на имущество с 2019 года. Но в связи с отменой вот этого объекта движимого имущества с 2019 года нужно будет уже заполнять вот эту декларацию. Это первый квартал 2019 года. Нужно будет заполнить уже другую декларацию. И поэтому там вот в этом приказе как раз и есть вот эта декларация исправлена. И еще есть одна информация, по которой я не могу вам дать вот конкретно. Просто следите за ней. Есть еще одна информация. Значит, сейчас разработан проект. Ну, пока в проекте эта норма рассматривается. Проект уведомления, которое рассматривает налоговое, которое как бы пытается предпринять, разработать и внедрить налоговая инспекция. Это уведомление, которое будет предоставлять возможность налогоплательщикам, уплачивающим налог на имущество, в субъектах Российской Федерации, платить налог на имущество по единой налоговой декларации. Но это для тех, у кого налог на имущество определяется, исходя из средней годовой стоимости. То есть у кого по кадастровой стоимости, они по-прежнему будут платить налог на имущество по месту нахождения каждого объекта. Если же, например, у вас налог на имущество возникает по объектам, по которым идет расчет средней годовой стоимости, и эти объекты находятся в одном субъекте Российской Федерации, но в различных там муниципальных образованиях, то разрабатывается вот такая форма уведомления. Сейчас она пока в проекте налоговых органов. Значит, налогоплательщик будет писать, напишет такое уведомление в налоговую инспекцию, и на основании этого уведомления он будет направлять налоговую декларацию исключительно по месту нахождения своей головной организации. Но там именно будет уплата налога на имущество, исходя из средней годовой стоимости по этим объектам. Причем предполагается, что... Почему, в общем-то, можно это уведомление сейчас и до конца года не получить? Потому что налоговики как бы предполагают, что это форма уведомления будет введена, и направлять ее нужно будет не позднее 1 марта следующего года. Поэтому, ну, еще время есть. Поэтому, если вот она выйдет, эта формочка, то можно будет заполнить. Но предполагается именно только исходя из средней годовой стоимости, а не кадастра. Кадастра и местом нахождения каждого объекта. Это будет не обязательно, а пожелание, правильно? Да, 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 пожелание, да. Именно вот такой порядок. Но пока, еще раз говорю, все в проекте, я ничего не могу предложить с точки зрения как бы подтверждения окончательной этой ситуации. Просто следим. Дальше. И еще я вот здесь на 17-й страничке. Еще сделала вот выписку из пункта 15-го статья 378.2. Это все 30-я глава Налогового кодекса. Значит, данный пункт тоже поправлен с 1 января 2019 года. Что это за пункт такой? На самом деле, это вот тот пункт спорный, который раньше как бы применялся в случае, если налогоплательщик оспаривал кадастровую стоимость, или кадастровая стоимость менялась в течение года. На самом деле, действительно, предыдущий 15-й пункт был очень такой неоднозначный. И он порой говорил о чем? О том, что на самом деле, если, например, когда, как там было сказано, как и сейчас, если кадастровая стоимость изменилась в течение этого года, значит, соответственно, эта кадастровая стоимость не распространяется на более ранний период. То есть, соответственно, применяться она должна только с года следующего, за годом изменения. То есть, ни на что она ранее не распространяется. Но, с другой стороны, там начиналась формулировка, говорилось, а если это, например, возникла техническая ошибка, Росреестр, например, реестр внес техническую ошибку, то в этой ситуации пересчитывался весь период, за который вносилась эта ошибка. Вот такие моменты. Если, например, ситуация была такова, что мы обращались, например, для пересмотра кадастровой стоимости, и потом в конце принималось решение о том, что эта стоимость может быть пересмотрена, даже по решению суда, то вот этот пересмотр кадастровой стоимости распространялся на весь тот период, с которым мы подали заявление о пересмотре этой кадастровой стоимости. Сейчас эта ситуация изменилась. То есть, на самом деле, теперь что они указывают здесь? Они также указывают, что изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение налогового периода учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. То есть, получается, изменение кадастровой стоимости в течение уже применяется. И так, не учитывается. Я тоже читаю, думаю. Что же я читаю? Не учитывается здесь, все правильно. Не учитывается в текущем и предыдущих периодах, если нет исключений. А дальше говорится, изменение кадастровой стоимости объекта вследствие изменения качественных или количественных характеристик этого объекта учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в единый государственный реестр в недвижимости сведений, то есть когда вносится сведение, с этой даты применяется, на более ранний период не распространяется. Дальше, в случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие исправления технической ошибки, это, как правило, кадастр нарушает и правит ее, да, а также в случае уменьшения кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибки, допущено при определении кадастровой стоимости, учитывается при определении налоговой базы, начиная с даты начала применения для цели налогообложения сведений об измененной кадастровой стоимости. То есть при внесении изменений Росреестр еще должен указать, с какой даты будут применяться эти изменения. И будут они применяться с той даты, которая там указана. По сути дела решает этот вопрос уже Росреестр. И дальше также, в случае, если изменения кадастровой стоимости идут по решению суда, например, мы в суд обратились, то тоже применяться эти изменения будут с даты начала применения для цели налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания. То есть решение суда будет указывать, с какой даты будет применяться это изменение, дальше вносятся изменения в ЕГРН, и там тоже будет указано, с какой даты это применяется. То есть в данном случае ЕГР укажет ту дату, которая указана была решением суда. У нас такая ситуация, решением суда изменена кадастровая стоимость, а в реестр не внесли. И кто это должен? Реестра, конечно, должен. А руководители ко мне претензии предъявили? Я говорю, а как я могу это вообще изменить? Конечно, то есть на основании решения суда нужно было внесли. Я в налоговой просто подаю решение суда, налоговая соглашается, но в реестре прежняя сумма. Значит, это уже надо писать заявление в Росреестр, что они нарушают. То есть судебное решение должно было быть импередано. Но я понимаю, что с ними сложно. Но видите, как они здесь? Потому что получается, на основании решения суда, как здесь сказано, изменения должны быть внесены в единый государственный реестр, и там же должна стоять вот эта дата. Но это что сделать с нашими органами исполнительной власти, которые четко не работают? И получается, а поскольку нет изменений в едином государственном реестре, налоговая не будет с этим соглашаться, да? Ну они, нет, они соглашаются, когда я им даю решение суда. А, ну это уже хорошо. Вы видите, теперь написали, что у нас есть. Ссылка же есть, все решения тут в Вазе, и он тоже посмотрит. Тогда получается, что перед следующим этапом подавать уже в суд на единый государственный реестр, да, на то, что он не внес изменения. Ну вот, да. Ну может быть, как бы, ситуация будет отрегулирована. Ну хорошо, хоть на решение суда ссылается. Но, в принципе, все равно здесь изменения тогда регулируют самим решением суда. То есть они эту ситуацию здесь обозначили. Так, ну, собственно говоря, это то, что касается данной нормы. Так, что еще здесь важно? Да, ну еще таки, я здесь это не включила, но потом подумала иду, но, наверное, надо это тоже вам напомнить и сказать, потому что начало вроде материал приготовлено. Поэтому, пожалуйста, уточните еще такую ситуацию, если кто-то платит земельный налог за 2018 год. Значит, за 2018 год у нас поменялась налоговая декларация. Это приказ Федеральной налоговой службы России, это по земельному налогу. Я просто отдельно сейчас еще информацию дополнительную дам. Значит, по земельному налогу у нас декларация поменялась, та, которая пойдет уже за 2018 год. Значит, это приказ Федеральной налоговой службы России от 30 августа 2018 года. 30 августа 2018 год, номер приказа ММВ-7-21-509, 30 августа 2018 года. Ну, поскольку сейчас все оперативно обновляется, я думаю, что она все равно попадет по результатам года, тем не менее, как бы что-то понимать. Дальше еще одна поправка, которая по результатам 2018 года ляжет и уже в следующем году. Тоже наверняка наслышаны. Значит, это поменялась форма 2 НДФЛ у нас по результатам 2018 года. То есть это сведения о доходах физических лиц. То есть она как бы раздвоилась у нас сейчас. Там остается форма 2 НДФЛ, да, которая немножко все равно изменилась, упростилась. Она пойдет к сдаче в налоговые органы. А параллельно с этим сделана специальная справка о доходах физических лиц, которая не имеет формы, названия. Это та справка, которую с 2019 года организация будет выдавать своим работникам, физическим лицам о доходах. Раньше у нас одна и та же справка и в налоговую физическим лицам давалась. А теперь в налоговую будет 2 НДФЛ, вот тот формат электронный, который там сделан. Ну, как налоговики сказали, они просто отработали немножко более четко формат, чтобы она ложилась у налоговых органов. А вторая справка уже в обычной форме, вот как там установлено, будет даваться своим работникам. То есть они просто немножечко стали отличаться. Значит, это приказ Минфин и ФНС от 3 октября 2018 года, но он уже за 2019 год работает. Имеется в виду, уже по этой форме нужно будет сдать информацию 2 НДФЛ, налоговый орган за 2018 год. Хоть он вступает с 1 января 2019 года, но уже относится к периоду сдачи, будем так говорить. Но база уже за 2018 год туда ляжет. Итак, приказ Минфин и ФНС от 2 октября 2018 года, 2 октября 2018 год, номер ММВ-7-11-566. ММВ-7-11-566 от 2 октября 2018 года. Так, вот эта ситуация. Так, ну теперь бухгалтерский учет у нас. Спасибо, а можно уточнить по туристическим путевкам? 6% от какой берется? От зарплаты сотрудников или от фонда оплаты? Нет, 6% берется от всего фонда оплаты труда. То есть вы нарастающим итогом, например, отправляете одного, а 6% берете от всего фонда оплаты труда, нарастающим итогом за первый квартал, потом за полугодие, за 9 месяцев, за год. То есть, нормируя за год, может быть, что-то туда и попадет. То, что было летом. То есть, целиком вот эта база берется. Так, теперь бухгалтерский учет. Значит, на 19-й страничке, вот здесь я разместила приказ. Это приказ Минфина России, номер 83-м, от 18 апреля 2018 года. Это, по крайней мере, для того, чтобы понималось, как вообще идет работа у нас над новыми стандартами. Это уже третий приказ, потому что первый приказ Минфином был выпущен в 2016 году, где они там обозначили чуть ли не больше 20 стандартов подправков. Затем они перевыпустили приказ, и срок, в принципе, вступления новых стандартов, обновленных, будем так говорить, и новых, относился где-то к году 19-му, 20-му. Потом они в 2017 году перевыпустили приказ, и срок вступления стандартов начинался уже в основном с 2019-го, заканчивался 2021-м годом. В 2018 году выпускают третий приказ, на смену всем, те отменяют, новый выпускают. Видите, как работает исполнительная власть у нас, да? Выпускают третий приказ, и вот этим третьим приказом, поэтому я не сомневаюсь, что может еще быть и четвертый приказ, третий приказ. Этим приказом они отменяют два предыдущих. И вот дальше на следующей страничке, там вы видите, разрабатывают и вводят вот эту программу. Это программа введения в действие стандартов, которые Минфин предполагает переработать, изменить и внедрить. То есть, собственно говоря, что это такое, это и есть ближение нас с международными стандартами. То есть, опять идем тем же самым путем, это не вопрос о том, что вот, хотя у нас международные стандарты введены на территорию России, да, но в основном кто их применяет? Их применяют те организации, которые отформируют свою бухгалтерскую отчетность консолидированно, акционерное общество, там банки, страховщики, для них это обязательным является, ну и те, у кого есть иностранные инвесторы, и может быть они тоже хотят получить заключение, убедиться как бы в правильности введения учетов соответственно международными стандартами. То есть, они как бы не являются у нас обязательными для всех остальных. Но наш Минфин уже давно как раз тяготеет к тому, чтобы нас тоже всех перевести на международные стандарты, но работа идет опять каким путем? Вот таким вялотекущим. То есть, Минфин, а конкретнее не Минфин, а вот этот фонд бухгалтерский металлогический центр, берет наши стандарты запланированные и перерабатывает их под международные стандарты. В результате получается немножко и не очень международные, и не наш тот, который был. Получаем что-то, нечто среднее, которое начинает пониматься нами, и в этом случае вот такой планомерный переход. Ну как его по-другому объяснить? Никак не объяснишь. Это вот такая ситуация. Значит, что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем с вами вот эту программу. И если посмотреть на программу, то здесь вот смотрите, какие федеральные стандарты должны быть. Вот первый стандарт запасы, о котором мы подробно сегодня с вами и поговорим, он уже представлен, он прошел обсуждение, как сама работа идет. Сначала разработчик, вот здесь бухгалтерский металлогический центр в основном, я раньше напоминала вам тоже об этом центре, который хорошие методики издает. Он разрабатывает этот стандарт, потом его вывешивают на сайте, потом он обсуждается всеми сторонниками. Есть специальный совет по обсуждению стандартов, по принятию стандартов при Минфине. Дальше обсуждают эти стандарты, меняют, заменяют, потом уже окончательно решают эти вопросы. И, наконец, когда заканчивается обсуждение, остается только этот стандарт принять. Поэтому на сегодняшний момент вообще обсуждения прошли следующие стандарты, чтобы понималось. Вот этот стандарт запаса, это материально-производственные запасы, наше 5-е ПБУ, он уже обсужден, все обсуждения закончились, он уже, в принципе, принят уже и советом по принятию этих стандартов. Поэтому, как и по программе, как и по проекту, он будет приниматься с 2019 года. Дальше нематериальные активы. Значит, в программе 2000, вот в этом приказе, это апрельский приказ, предполагалось, что будет вступать он в действие с 2020 года. Хотя, на самом деле, данный стандарт тоже прошел уже обсуждение. Практически все обсуждения закончились, он принят. И сам стандарт, вот мы его увидим с вами, да, вот я там тоже разместила, именно указывает на дату начала его применения с 2019 года. Поэтому, вот на сегодняшний момент, есть какая-то неопределенность с этой датой. То есть, сейчас, в ближайшее время, Минфин уже будет окончательно их утверждать. Поэтому, честно говоря, я тоже не имею до конца этой информации, никто компетентно не может эту ситуацию сказать, как она будет принята. Поэтому, нематериальные активы, может быть, принят с 2019 года, а может быть, принят с 2020 года. Хотя, сам стандарт уже есть, вот я его покажу, там даже этот стандарт сказано, что он начинает применяться с 2019 года, да. Дальше, и еще прошел обсуждение стандарта, основные средства. Но этот стандарт тоже уже обсуждался сколько раз, он переделывался вообще огромное количество раз. И он совсем не похож уже на тот стандарт, который когда-то несколько лет назад в проекте был. Но, тем не менее, его тоже обсудили, его тоже практически уже приняли, обсуждения все закончены. Но он, как стандарт, будет принят с 2020 года, как обязательный. То есть, обязательно он будет приниматься с 2020 года. Все остальные стандарты пока находятся на стадии обсуждения. То есть, возможно, как бы к концу текущего года будет закончено обсуждение. Но, как вы видите, вот все сроки предполагаемые, они относятся уже к 2020 году, к 2022 году, к 2021 году. То есть, вот все эти сроки, они говорят о том, в какие периоды времени будут эти стандарты дальше начинать применяться. Можно здесь и посмотреть, какие стандарты будут переделываться, чтобы понималось. Потому что вот третий приказ, и третий приказ уже количество принимаемых вновь стандартов тоже сокращает. Вот как-то они себя работают и уменьшают в этом случае. Хотя предполагали сначала чуть ли не все переделать. Вот такая ситуация у нас на сегодняшний момент возникает. При этом я напомню, почему, например, вот я тоже сегодня хочу немножко и про основные средства рассказать, чтобы понималось. Да потому что в нашем законе, в 402-м федеральном законе о бухгалтерском учете, в отношении вводимых стандартов, подсказана следующая фраза, что если данный стандарт принят и будет применяться какого-то до года, то на самом деле обязательно он действительно является с того года, который указан по введению данного стандарта. Но организация бухгалтера может начать применять его ранее, чем в указанном году, если этот стандарт ей понравится и будет ей удобен. Об этом она и указывает в учетной политике. Кстати, во всех стандартах об этом тоже указывается. Поэтому, опять же, если вдруг, хотя я прекрасно уже понимаю, я уже вот третий семинар читаю эти стандарты, реакцию уже вижу, все прекрасно-прекрасно, как только доходим до одного пункта. Поэтому, если вдруг все-таки этот стандарт будет важен, интересен и нужен с точки зрения его понимания, то, конечно, применить, например, стандарт, основные средства с 2019 года, да, можно будет уже. Для этого учетную политику вносим и дальше работаем по этому стандарту. Но если эта ситуация как бы не очень вам нужна, и вы пока придерживаться будете старого, шестого ПБУ, пожалуйста, но обязательно он будет вводиться с 2020 года, и тогда с 2020 года все равно придется его уже применять, да? Вот такие моменты. Поэтому на сегодняшний момент запасы однозначно со следующего года будет приниматься стандарт, поэтому мы его обсуждаем. Нематериальные активы, есть неясность в этой дате, но может быть и с 2019 года, поскольку сам стандарт принят, и в нем есть это уже указание. Дальше, поэтому мы его тоже обсудим, я расскажу. И основные средства, я так расскажу вкратце, что там есть интересного. Но, опять же, только с 2020 года он будет являться обязательным, а дальше там определяем. То есть, как только вступает в силу новый стандарт, вот этот переработанный, он будет иметь, в принципе, ту же самую нумерацию, и он идет взамен ранее действующего стандарта. Абсолютно да. То есть, сейчас, получается, с 2019 года в том виде, в каком действует у нас 5-е ПБУ, применяться не будет. Мы теперь применяем новый стандарт, открываем его, и вот должно быть. Но не будет называться ПБУ, но будет называться федеральный стандарт. Дело в том, что все ПБУ уже сейчас называются федеральные стандарты. Переименование у нас произошло еще, по-моему, в прошлом году. В закон о бухгалтерском учете внесли поправку и написали, что все наши ПБУ теперь называются федеральные стандарты. Поэтому, получается, взамен старого федерального стандарта идет новый федеральный стандарт. Вот и все. А названия у всех одни и те же. Вот на сегодняшний момент у нас 24 федеральных стандарта. Часть из них перерабатывается, переделывается. Ну, поэтому, давайте напомню, расскажу о том, как переделывается этот стандарт, и что мы с вами будем иметь. Но, честно говоря, вот это вот то, что я написала вот здесь, это я неправильно. Вот 23-я страничка. Поэтому, как я сюда это вот влепила, вы уж меня извините. Называется стандарт запаса, а не материальный. Уберите, пожалуйста, это материальный, он и будет запас. Это я уже, видимо, творчески переносила информацию. Сама ее сюда. Потом, когда стала в материале смотреть, думаю, что написала. Нет, он называется запасом. Потому что, действительно, вот это понятие материальное, оно как бы ушло из этого стандарта. Кстати, еще напомню, вот один очень интересный такой подход. Мы очень часто с вами при ведении бухгалтерского учета связываем формирование наших активов с применением счетов бухгалтерского учета. У нас вот есть такое понимание. Вот материалы десятый счет, например, товары там сороковой, сорок первый. Я немножечко хочу просто нацелить немножко на другое. Дело в том, что вот эти стандарты, по сути дела, не говорят о том, на каком счете мы что учитываем. Международные стандарты, они немножко по-другому призваны. Им не важно, на каком счете что вы учете у себя внутри. Им важно, как вы сформируете показатели вашей отчетности, ваш баланс. И поэтому, если здесь говорится, что вот это относится к запасам, значит, все остатки и все показатели по вашим операциям, которые здесь указаны, они будут отражаться в вашем балансе по статье «Запас». Вот что это имеется в виду. И поэтому, по сути дела, на каком счете вы это отразите, собственно говоря, роли особо и не играет. Конечно, все равно мы аналогию проводим. Десятый, там сорок первый, там двадцатый мы для себя проводим. Но самое главное понимать, что при группировании нашего баланса, мы вот эти все показатели, которые относятся к данному стандарту, должны сгруппировать в запасы и туда их отнести. Вот что имеется в виду. Вот таким образом эти стандарты формируют. Когда будет идти речь об основных средствах, в основные средства. Не зря, например, будет разрабатываться и стандарт по незавершенным капитальным вложениям. Значит, вот он, незавершенные капитальные вложения тоже в первом разделе будут отражаться, именно по статье «Незавершенные». Итак, это вот для понимания, чтобы немножечко отойти от понимания самих бухгалтерских счетов. Потому что они являются просто механизмом. Поэтому многие спрашивают, а будут ли изменяться счета бухгалтерского учета? Ну, кто их будет менять? Нет, я думаю, что план счетов какой был, так он и останется. Для бюджетников, конечно, его правят, но там совсем другие принципы. Там все исходя из кода бюджетной классификации правят. А у нас как бы можно какие-то вспомогательные будет для себя применять. Или просто для себя это формировать. Итак, начинаем. Что же нам говорит? Ну, во-первых, в первую очередь напомню, что вот практически во всех даже новых стандартах остается норма, которая была введена уже немножко раньше и в предыдущее наше положение, для так называемых микропредприятий. То есть это те небольшие предприятия, организации, которые имеют право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. У нас, кстати, в 402-м федеральном законе об этом сказано. Что есть организации, которые относятся к малым предприятиям. Или, будем так говорить, к микропредприятиям. Значит, о том, какая организация относится к такой категории, можно открыть 209-й федеральный закон о государственной поддержке субъектов малого предпринимательства, да, там, по величине дохода, там, по доле в уставном капитале определяется. И если вы, как организация, соответствуете этой категории, еще есть одна норма, напомню, также в законе сказано, что упрощенные способы ведения бухгалтерского учета могут применять там вот эти вот субъекты малого предпринимательства, там и некоммерческие организации, но при этом сказано, если они не попадают под обязательное аудио. Дело в том, что, к сожалению, у нас пока 307-й, но, к сожалению, может быть, будем так говорить к вашему, но не к моему, как к аудитору, хотя и к моей радости тоже, да. У нас критерии проведения аудита не поменялись до конца года, хотя вот все находимся прям в ожидании все время, да, потому что там по отношению обязательный аудит, под обязательный аудит попадает организация, у которой валюта баланса 60 миллионов рублей. Маленькая, я понимаю прекрасно, да, но вот получается небольшая организация может вдруг взять и попасть, и получается упрощенный способ ведения бухгалтерского учета не можем применять, да. Так вот это вот все вот так вот увязано, и здесь сказано, что если все-таки вы микропредприятие, можете применять упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, то вы можете не применять вот этот стандарт вообще. То есть вы для себя как бы выдумываете свой порядок учета запасов, Но он на самом деле уже за вас выдуман. Здесь говорится, вы можете просто запасы принимать к учету по цене приобретения. Более того, вы можете их сразу списывать в расходы по факту оплаты. Купили, оплатили, списали. Ну, прямо упрощенка чистая получается. Дальше все текущие расходы, транспортные и прочее, которые связаны, вы тоже в текущие расходы списываете. Ну, в общем, вот такая вот абракадабра, которая здесь прописана. Но это естественно, если вы вдруг пойдете по этому пути, у вас какая-то маленькая фирма, небольшая, конечно, про учетную политику не забываем, вписываем себе, что мы являемся такой-то организацией, что мы материалы там списываем сразу в момент отпуска в производство и оплаты. Мы формируем стоимость там упрощенно. То есть мы должны для себя это все писать обязательно. Потому что вот применение таких упрощенных способов, это выбор, который нам дается, а мы его должны обязательно зафиксировать. Это вот то, что здесь есть. Но если вы к такой категории не относитесь, то, конечно, вы должны понимать, что вам нужно применять в полном объеме вот это новое положение по бухгалтерскому учету. В то же время есть еще один подпункт. Смотрите, вот во втором пункте, вот как раз первым таким вот шрифтом выделено, это то, что я сказала, а дальше там идет еще один абзац. Он там через абзац на самом деле. Настоящий стандарт может не применяться в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, при условии, что затраты на их приобретение признаются расходами периода, в котором они были понесены, раскрытие данного факта в бухгалтерской отчетности. Это то, что часто очень спрашивают. А если вы тратите деньги на управленческие расходы, там канцелярские товары покупаете, картриджи какие-то и так далее. И часто даже предприятия спрашивали, а нужно обязательно это на десятый, потом с десятого там перенести в затраты, да. Нужно ли это делать? На самом деле вот здесь нам сказано, можно, нет, не делать. И это уже не относится к категории малых предприятий. Пожалуйста, все могут для себя принять эту норму и сказать, я канцелярские товары как запасы учитывать не буду, я их буду сразу списывать на затраты. И вы купили канцелярские товары по накладной, вам не надо их на десятый формировать, потом списывать на затраты, вы сразу их в затраты себе отправили и все списали в том периоде, в котором они есть. Потому что вы, например, покупаете исключительно под заказ, ничего на складе у вас не остается, вы выдаёте все по подразделению. То есть эта норма теперь принимается всеми, кому это нужно. Кто-то хочет, может по старинке делать с запасами и с отпуском, а кто-то хочет, вот просто говорит, что в отношении управленческих расходов мы федеральный стандарт запаса не применяем, управленческие расходы, связанные вот с приобретением чего-то, сразу списываем состав расходов. А в налоговом учёте можно так же? Конечно. А в налоговом учёте какая разница? В налоговом учёте не важны счета, да, там без разницы куда вы отнесли. Я имею в виду, то сразу списываю. Расходы признаются обоснованные, я думаю, что да. Если вы сразу передаёте в подразделение, да, то там, как сказано, у нас в налоговом учёте вообще сказано, что материально-производственные запасы идут в расходы в момент передачи в эксплуатацию. Всё, вы передали в эксплуатацию и списали. Ну, то есть рано на какой-то товар накладной, что-то... Ну, она и есть у вас товарная накладная, всё. Нет, это на приход, именно на расход. Да, ну, пожалуйста, сделайте какое-то распоряжение, что передано, да. Ну, припасах, приписания, это всё-то и остаётся. Требования накладные, это все так и остаётся, да? Конечно. Просто получается так же самое всё. Ну, три документа в одном, в данном случае, ну да. Ну, требования накладные, вообще документ, который требует со склада что-то. Поэтому, я считаю, есть накладная, вы можете с ней и к ней сделать просто свой внутренний акт и написать, что данные материально-производственные запасы, там что-то, да, переданы к производству, всё. Ну, не к производству, а там управленческие нужды, распределены и так далее. То есть, чтобы вам как-то отчитаться материально за эти ценности и всё. То есть, к накладной акта требования накладной не нужны. Здесь и речь идёт. У нас просто был аудит, вот в этом году. И они нам понаписали, что приказ на списание, акт на списание, требования накладные, все распечатываем, всё везде там подписано, но это естественно. Если мы это не делаем, в противном случае, то это грубо говоря нарушение ведения бухгалтерского учёного. Ну, дело в том, что, как бы, грубо говоря, второй вопрос, ну, будем так говорить, можно как говорить, что вот раньше, почему вот эти вопросы возникали, да? Раньше наше пятое ПБУ вот этот порядок не устанавливало. Был общий порядок в списании материально-производственных запасов. А общий порядок был такой. На склад всё отнесли, потом требования накладные, вот он был. Было единственное мнение такое, некоторые говорили, и методологи говорили, но если вы субъект малого предпринимательства, то исходя из уровня существенности, что там стоимость не такая велика для вас, вы можете как бы сразу списать. Вот такой подход был. Ну, я к тому это говорю, что вот сейчас федеральный стандарт запасы вам просто даёт такое право, что не нужно требование накладную, есть просто основания, например, купить ваши, ну, например, заявки со всех подразделений пришли, нужно закупить. Потому что им это нужно, да? Вы закупили, накладная у вас есть единая, вы к ней делаете акт на то, что вы вот согласно требованиям раздаёте по производству, и всё, и сразу списываете. Требование накладная здесь, как первичный документ, не нужен потому, что его чёткое назначение заключается в том, что идёт по этому требованию накладную списание со складов производства. У вас в этом случае никакого складского учёта не ведётся. Всё. Поэтому вот обходимся двумя упрощёнными вариантами. Поэтому нам именно дают возможность применять упрощение сейчас. Но это уже со следующего года, да? Так что со следующего года, если вы эту норму для себя примете, то уже вам аудиторы ничего не могут написать. Вы скажете, это написано в футболе, да? Так, следующие моменты. Теперь определимся, что является запасами. Вот дальше идёт. Ну, на самом деле, я не буду всё повторить, потому что вы и так прекрасно знаете. Сырьё, материалы, инструменты, инвентарь, готовая продукция, товар для перепродажи. Всё и раньше такое было, да? Дальше. А вот дальше здесь. Затраты, понесённые на производство продукции, незавершёнка, это запасы у нас, да? Полуфабрикаты, это запасы. А ещё интереснее пункт З. Это объекты интеллектуальной собственности, приобретённые или созданные, находящиеся в процессе создания для продажи, хоть обычной деятельности организации. Вот часто возникал вопрос у организации, куда отнести, когда организация, например, создаёт какой-то объект интеллектуальной деятельности. Он ведь не имеет материально-вещественной структуры как таковой, да? Какая-то разработка идёт. И вот в наших положениях по бухгалтерскому учёту, на самом деле, как это относить и что, не было. Конечно, организации там применяли всё равно 20-й счёт, но что это собой, да? Например, 20-й счёт мы чаще называли незавершённое производство. А здесь какое незавершённое производство? Это незавершённый объект интеллектуальной деятельности, да? Так вот теперь к нему та же самая категория. Пожалуйста, вы можете на 20-м счёте затраты собирать, без проблем, да? Но это относится к категории запасов, поэтому ваша незавершёнка в рамках создаваемого вами объекта интеллектуальной деятельности, ну, грубо говоря, например, вы кому-то программу разрабатываете, создаёте, да? То есть где это будет? 20-й счёт отнести, относить будете в запасы. Вот эта ситуация такова. Или вот другие, у меня просто даже на практике были случаи такие, когда действительно мы, организации в настоящее время, допустим, продают какие-то там компьютерные системы, компьютеры и так далее. Например, в рамках перепродажи, естественно, эти компьютеры уже насыщаются каким-то там программным обеспечением и так далее. Более того, к этому программному обеспечению, например, причём это программное обеспечение именно туда распределяется, к нему идут там какие-то разрешительные сертификаты и так далее. И вот организация сидит и говорит, вот у меня, например, такой-то объем вот этих сертификатов есть, я куда их должна отразить? На самом деле это не сертификат для использования в своей деятельности. Это как бы, ну будем так говорить, это как товар для перепродажи реально, да, на какой счет отразить? И тоже сидит, голову ломает. И вот был такой случай, когда мы опять же предложили организацию, ну если вы эти компьютеры на 41 счет купили, и дальше это будете все на 41 счет распределять, отнесите на 41 счет. Организация отнесла это на 41 счет, ей стало удобно комплектовать. Она собирает это все, 41 счет и продает. Но пришли аудиторы, говорят, а у нас 41 счет для товаров, для перепродажи предназначен. Почему вы отнесли на этот счет? И мы убеждали, потому что на самом деле наше положение по бухгалтерскому учету не разъясняют нам этого, не дают нам возможности учить. Поэтому мы применили просто как вспомогательный такой счет. Это вот и есть речь о том. Теперь эти операции, вот эти объекты попадают у нас с вами в запасы, все. На какой хотите, хотите десятый, хотите там ничего, это не будет являться уже, например, затруднением в рамках отнесения. Поэтому вот эти объекты интеллектуальной собственности или интеллектуальной деятельности, которые предназначены для передачи, для перепродажи, для создания кому-то, не для себя, потому что не материальный актив это может быть, да, не для себя, для использования, а именно вот таким образом, который будет потом продаваться в составе какой-то продукции, может быть. Они вот теперь тоже могут так же, как запасы, отражаться. И если остается по ним там нераспределение, они идут в статью запасов. Дальше. И еще объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные в процессе для цели продажи в ходе обычной деятельности. Конкретно такого пункта не было у нас в запасах, да. То есть если мы имеем незавершенное имущество, имеем объект недвижимого имущества, который приобретен или создан для цели продажи, тоже относиться он будет в категорию запасы. Ну, на самом деле это тоже и понятно, да, должен быть так. Поэтому вот эти два пункта, они как бы такие новые появились в этом плане. Дальше. Следующее, что... Ну, дальше здесь говорится о том, что они являются вот запасами. И я обращу ваш четвертый пункт на первый подпункт сразу. Это то, что нам упорно в течение ряда лет говорил Минфин при составлении бухгалтерской отчетности, постоянно навязывал на эту норму. Но опять же, в наших положениях этого не было, но Минфин давал свои рекомендации, исключительно опираясь на международные стандарты. То есть сырье, материалы, продукции и другие объекты, предназначенные для использования при создании внеоборотных активов, организации. Они у нас в состав запасов не относятся. Поэтому, например, вы собираетесь создавать необоротный актив, строить что-то, да? К примеру, вы закупаете какие-то материально-производственные, ну, какие-то материалы. Да, вы можете их отнести на десятый счет, никто не спорит, пожалуйста, но когда вы будете формировать, чтобы вам удобно было их списывать, например, но когда вы будете формировать бухгалтерскую отчетность, вы в статью запаса их не отнесете, хоть они у вас и на десятом счете. Вы должны их отнести в статью внеоборотные активы. Но если они еще не начали формировать вам сам объект внеоборотные активы, тогда впрочем внеоборотные активы, ну, в первый раздел баланса. Вот об этом здесь и говорится. А раньше эти рекомендации нам каждый год давал Минфин, и сказал, говорил, не смешивайте, пожалуйста, материалы, которые используются для вашей деятельности, и те материалы, которые будут для создания внеоборотных активов, которые пойдут на страну. Вот таким образом мы здесь их отделяем. Дальше. Пятый пункт, посмотрите, тоже интересный пункт, который, в принципе, отвечает уже тем чаяниям, которые раньше возникали, и даже в предыдущих случаях. Я напоминала и говорила, наверняка кто-то присутствует, помнит о рекомендациях Бухгалтерского металлогического центра, который давал разные рекомендации, полезные нам для учета. Что здесь теперь говорится? Здесь говорится так, что настоящий стандарт применяется также для учета внеоборотных активов, использование которых прекращено, и возобновление их использования не предполагается, в связи с принятием решения об их продаже. То есть здесь на самом деле, дальше говорится, долгострочные активы по продаже учитываются в качестве оборотных активов, обособлены от запасов. То есть стандарт запасы применяется для внеоборотных активов, использование которых прекращено, и не возобновляется дальше. Что здесь имеется в виду? Основное средство, купили мы основное средство, оборудование, например, использовали его как основное средство. Но затем, может быть, мы перестали выпускать продукцию, или, может быть, неэффективно стало. И мы рассматриваем вопрос о том, что данное оборудование как основное средство уже не отвечает тем критериям и требованиям, которые заложены к нему. Вот в другом ПБУ мы это увидим. То есть оно должно быть использовано нами для целей получения материальной выгоды в периоде более 12 месяцев, иметь материально-вещественную структуру. Но оно таковым уже не является. В том виде, в каком оно есть, ни о какой материальной выгоде здесь речи уже не идет. Поэтому что в этом случае предпринимается? Мы должны его переклассифицировать. То есть оно у нас сегодня становится объектом, который мы предназначаем на перепродажу. А если предназначаем для перепродажи, как здесь сказано, то вот такие долгосрочные активы к продаже учитываются в качестве переоборотных активов. И к нему начинает относиться ПБУ запасы. Не ПБУ, федеральный стандарт запас. Вот здесь заложена вот эта переклассификация, которой сейчас у нас нет пока ни в пятом ПБУ, ни в шестом ПБУ. И часто возникает тупиковый вопрос. Купили как основное средство, использовали, использовали. Решили, допустим, что нам больше не нужно это основное средство, но что-то с ним надо делать. Решили продать. Поставили в план продаж, пытаемся продать, может быть, это и не сразу получится. Но возникает дальше вопрос, а что делать с амортизацией? Например, в бухгалтерском учете начисляем или нет? Сидим, голову ломаем. Мы начислять должны амортизацию в том случае, если оно основное средство и приносит нам выгоду. Значит, получается, не начисляем, но в то же время это не реконструкция. И нельзя никак не ответить на этот вопрос. Вроде как и начисляем, а что иначе делать? Дальше, в налоговом учете, с одной стороны, опять же, это не риск конструкции, не консервация. Поэтому вроде нет оснований для прекращения начисления амортизации. Но любой налоговик приходит и говорит, почему вы начисляете амортизацию, если ваш объект никак не связан с получением, не отправлюсь на доходы. И поэтому опять амортизация не начисляется. Но когда мы задаем вопрос налоговикам и говорим, а можем мы его теперь взять и перенести в состав, например, товара для перепродажи, они говорят, такой порядок наших ПБУ не предусмотрен. Все. И получается, что вы с ним делаете-то, да? То есть это все, опять же, сделано было в угоду тому же налогу на имущество, плати, плати и так далее, да? И поэтому, ну я напоминала, и раньше у нас вот в 17-м году бухгалтерский металлогический центр, который, в принципе, разрабатывает эти стандарты, он уже давал такую рекомендацию, говорил, что, в принципе, можно, тем более наше первое ПБУ по учетной политике, оно тоже говорит, если нет какого-то порядка учета, обратитесь к международным стандартам. То есть, ну это мы все и в обход делали. А сейчас вот напрямую сказано, что такая переклассификация, она, в принципе, предусмотрена во всех стандартах. Или другая там ситуация будет дальше указана. Например, вы купили как запасы, например, товары для перепродажи, допустим, а один из этих товаров потом решили использовать как основные средства. Да, пожалуйста, то же самое. То есть, вы сначала как запас, потом переклассифицировали, отнесили в основное средство. На самом деле, вообще ситуация обычная, совершенно обычная. Но вот эти вот разъяснения, порой налоговиков непонятные, да, они очень часто ставили приконы. Сейчас это нормы все прописаны. Поэтому переклассификация абсолютно нормальная, да. Нет, хорошо, в бухгалтерском учете переклассифицировали, а в налоговом то же самое. То есть, мы к бухгалтерскому дальше приравниваем? Вот смотрите, а почему приравниваем? На самом деле, понимание амортизируемого имущества, оно рождается на основании того, что у нас есть основное средство, да. Категория этого основного средства, она аналогична нашему бухгалтерскому учету. Если основное средство перестает быть таковым, да, не отвечает признакам направленности на получение доходов, допустим, неиспользования в нашей деятельности, и мы начинаем рассматривать вопрос о том, чтобы в рамках обычной продажи продать, почему оно должно быть основным средством. Тем более, что в бухгалтерском налоговом учете у нас нет с вами проводок, нет, и понимания такого нет, да. Поэтому начисляет амортизация, начисляемая пока, но нами используется для наших целей. Поэтому я считаю, что та переклассификация, которая будет указана в правилах бухгалтерского учета, она напрямую точно так же дает основание, например, считать, что если мы изначально купили основное средство, а потом оно перестало быть таковым, не стало амортизируемым имуществом, и мы его дальше продаем, оно так же может быть отнесено к той же категории запасов, например. Хорошо, а документально мы как это должны оформить? Никак. Дело в том, что мы будем оформлять в своем бухгалтерском учете. Вы посмотрите, приходят налоги, вы платили налог на имущество, по среднегодовой перевере, как товар, ну как запас, да, как товар для продажи. Налог мы переставили, платили. А с налогом-то на имущество вообще красота. Почему? Потому что если мы с вами открываем 30-й главу налогового кодекса, то в 30-й главе налогового кодекса сказано, что налог на имущество платится по правилам бухгалтерского учета. Не по налоговому учету, по правилам бухгалтерского учета. Поэтому, так как мы платим с вами налог на имущество, это требования бухгалтерского учета. 0,1, 0,2, вот они. Понимаете? Поэтому здесь-то как раз никаких противоречий нет. Есть противоречия, может быть, в налоге на прибыль, где мы пытаемся слепить это. А в 30-й главе все давно было написано. Представляете, потому что мы в среде года перевели, да? Вот мы первые два квартала сдавали и показывали, а дальше мы 0 показываем по среднегодовой. А на такое число 0? И что? С вами? Если вы имеете четкую позицию, перечитайте 30-ю главу, убедитесь, что там написано, что налог на имущество платится, исходя из среднегодовой стоимости, по правилам бухгалтерского учета. А правила бухгалтерского учета диктуются у нас правилами, вот они, федеральными стандартами, то всю четкую цепочку вы налоговикам четко изложите. Вот и все. Василия Александровна, а тогда запас, недвижимость в составе запасов с 2019 года, они все равно налог на имущество облагаются? Недвижимость, которая в бухгалтерском учете будет в составе запасов, и, например, среднего года облагается. Нет, нет, давайте так. Дело в том, что облагаются налогом на имущество у нас основные средства свои, да? Вот здесь вот не будет здесь, что мы недвижимость в составе запасов? Нет. Давайте так, во-первых, в бухгалтерском учете у нас налогово на имущество облагаются основные средства, которым относятся объекты недвижимости. Поэтому, например, допустим, вы накупили, к примеру, каких-то объектов основных средств для перепродажи. Вот здания, сооружения стоят для перепродажи. Перепродавать мы можем сколько угодно, правильно? Да. И вот это получается... А это другой... Вот оно здесь и будет. Что делает в этой ситуации налоговая инспекция? Сказать комиссию. Согласна. Но в этой ситуации получится, она делает проверку и смотрит, если ваш объект недвижимости опечатан полностью, не используется, никаких признаков в этом нет. И он стоит для перепродажи, значит, он этому соответствует. Но если вы свой объект сдадите в аренду или сядете, там сами комнату откроются, значит, вы неправильно его приняли к учету на основные средства. Но это же тоже вполне нормальные признаки, которые мы должны исходя из этого и понимать. Или другая ситуация, например, допустим, вы поставили объект на перепродажу, он не продается, вы решили сдать его в аренду. Конечно, это будет объектом основного средства. И, естественно, вы должны его переместить как объект основного средства и дальше платить налог на имущество. Но не надо путать здесь все равно, вот вы говорите, там, налоговая замучает и так далее. Я прекрасно понимаю, что она и пытается найти истину. Если мы сами не будем ее четко проводить, тогда, конечно, проще всего все поставить и все обложить налогами. Но даже в этой ситуации могут быть ошибки, потому что, может быть, этой налоговой не должно облагаться. Нет, не надо путать. Я еще раз напоминаю, 30-я глава, мы говорим с вами о налоге на имущество, если, то она вообще не вызывает никакого сомнения. Потому что там четко сказано, налог на имущество платится по правилам бухгалтерского учета. Правила бухгалтерского учета устанавливаются федеральными стандартами. Почему сейчас, на самом деле, отодвинули введение в действие вот этого нового федерального стандарта по учету основных средств? Потому что он пока действительно не очень красиво стыкуется со среднегодовой стоимостью в рамках налога на имущество. Потому что, действительно, вот мы будем там обсуждать этот стандарт, вы увидите, там много нестыковок, вы сами голову сломаете, как сделать налог на имущество и как ввести. Поэтому 2019 год мы будем среднегодовую стоимость считать так, как считали и раньше. И вроде никаких проблем не будет. Почему постепенно переход идет на федеральные стандарты в рамках бухгалтерского учета? Да потому что есть предпосылка к тому, что налог на имущество переведут полностью на кадастровую стоимость. Его с 2018 года уже планировали перевести на кадастровую стоимость. Почему движимое имущество то уберут, то введут опять? Почему кусок среднегодовой стоимости остался? Потому что первая задача была платить налог на имущество исключительно из кадастровой стоимости, а все движимое, всю среднегодовую стоимость оттуда убрать. И если вы будете платить или мы будем платить налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости, то правила бухгалтерского учета в этом случае ничего не исказят вообще. Там вы будете вести красивый бухгалтерский учет, а платить налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости будете. Вот и все. Это ровно так же, как транспортный налог. Какая разница, где вы учтете транспортное средство? Все равно вы будете платить, исходя из лошадиных сил. То есть вот к этому идет. Просто получаются переходные моменты, где вот эта ситуация притирается. И это вот примерно, поэтому будем надеяться, приведутся, может быть даже ситуация произойдет какая-то, с 2020 года отменят уплату налога на имущество исходя из среднегодовой стоимости, перейдем на новый федеральный стандарт, все ляжет красиво. А если будет и то, и другое, может быть, федеральный стандарт еще подвинутся, давайте с 2021 года, потому что налоги-то это бюджет, и не могут от них отказаться, поскольку собираемость, бюджет сейчас нужно насыщать, поэтому хоть и движимое убрали, но оставили среднегодовую.